Александр Викторович, здравствуйте! Мы обращаемся к жильцу дома 49 по улице 9 января и предлагаем в предвыборную вашу кампанию покинуть свой кабинет и прийти к нам, к простому народу и посмотреть, как живут простые люди, а не как чиновники, в нашем доме. Посмотрите, пожалуйста, на наш дом. У нас снимали уже очень многие репортеры. Обращаемся к вам по вопросу, на каком основании и почему капитальный ремонт перенес ремонт фасада здания и фундамента здания на 52-й год. Посмотрите, пожалуйста, на людей, на жильцов нашего дома, которые до 52-го года, в частности я, вряд ли доживем. Дом сыпется, рушится, балконы разрушаются. Посмотрите, пожалуйста, наверх. Вот эта вот лепка, которая задержит мой балкон, сыпется на внизу проходящих пешеходов, угрожая их жизни. 2019 года мы ходили лично с Чуриковой к директору фонда капитального ремонта, который сказал, что в 2020 году фасад здания, фундамент будет все восстановлено, подъезды отремонтированы, все будет прекрасно и хорошо. И теперь мы узнаем, что у нас нас перенесли на 52-й год. Директор Остапенко вместе со своими подчиненными, Корчадина 17-го была здесь, все погрязли во вранье, во лжи. Они дают только отписку в управу Ленинского района, в прокуратуру, в жилинспекцию. Вот часть документов у меня здесь. Значит, я добавлю, к Зацепину мы отправили с актами жилкомиссии, с фотографиями, со справками из фонда капитального ремонта. Три дня назад я получила ответ из фонда капитального ремонта. Опять отписки. Обращалась в жилинспекцию, к Минакову, к Соломахе дважды ходила. Заявление оставляю постоянно там, заявки в управляющей компании постоянно. Дважды Соломаха вызывала Остапенко. И что, извините, есть народное выражение, носы в глаза, что божья роса. Вот так же ведет себя директор компании Остапенко. Сколько мы можем это терпеть и сколько это будет продолжаться? В том отчете, который представляет Кривцов за подписью Крушенинникова, это зам директора фонда капитального ремонта Теплякова, одни формальные отписки. Этот документ отправлен в правительство Воронежской области Кузнецову уже дважды. Сейчас будет третье обращение туда же. Вот оно, это обращение. Егоров жилкомиссии тоже дает только отписку, что установлен прибор учета теплоснабжения. Где эти приборы стоят, скажите, пожалуйста. Специальная программа создана, чтобы наш дом разрушить, потому что мы стоим в центре города. Земля здесь не то, что золотая, она здесь вообще бриллиантовая. Потом нас снесут здесь, снесут другие дома и на всех на выселки. ЖКХ это вообще черная яма, черная дыра в нашем городе. Вообще можно ли вести порядок и разобраться с этим вопросом? Или как это будет все так же продолжаться? Вот эти вот вранье отписки нам. Почему прокуратура бездействует? Не предупреждая, никакие компании, никакие органы пришли, проверили и отписали. Они составили акт, они оставили просмотр всего подъезда, они посмотрели дом, ну по дому мы не писали еще. И отправили предписание в управляющую компанию. Теперь управляющая компания забегала, опять создает видимость работы. Вот они повесили бумажку, чтобы привести в порядок чердак и все. Все жители обращаются к вам, наведите порядок в ЖКХ. И в частности в нашем доме. Пожалуйста, приезжайте, мы все выскажем вам в лицо, понимаете. Очень ждем вашего присутствия. Комиссию вы создадите, сами приедете. Но решать этот вопрос нужно. Сгнил фасад, сгнилил фундамент, все в доме сгнило. Но в принципе проблема в том, что сгнила городская власть. Вот можете посмотреть вот это вот состояние нашей городской власти. Зачем нам нужен мэр, зачем нам нужен губернатор, если у нас не делается абсолютно ничего. Мне 50 лет, вот такую ситуацию бездействия абсолютного власти я наблюдал в 1984 году. Когда сгнил Советский Союз, когда это все закончилось, тем чем закончилось. Сейчас мы видим, вот по нашему фасаду, мы видим состояние наших властей. Вот это наша власть. Квартира 81 обращалась в прокуратуру по поводу того, что у меня стена отваливается внутри квартиры, штукатурка, потому что с балкона, балкон протекал и перекрытие, получается, повреждал дома. И я писала в прокуратуру, и прокуратура дала ответ, что ленинская управляющая компания дала им ответ, что в декабре 2022 года у нас будет ремонт фасада. Это был официальный документ от прокуратуры получено. И сейчас я узнаю, что этот ремонт переносит на 1952 год. На основании чего, кто принял это решение, я бы хотела знать. Я хочу сказать по теплу. Мы вот три года мучаемся, не то что мучаемся, мы все больные, уже пожилые люди, нам нужно тепло. Но у нас угловая квартира, не только у меня, вот и все, кто под мной, они все мернут. У нас зимой 18-19 градусов температура, понимаете? Мы ходим вот в шубах, в куртках, в носках на двое и спим под тремя одеялами, но это уже ненормально. Мы сидим в холоде. Почему? Потому что там сделано все неправильно. Они сами даже об этом говорили. Были слесаря, которые вообще не понимали, что делали и как. Им говорили, они там переделывали сколько раз. Но все это не получилось. И вот мы мерзнем уже три года. Поэтому просим, убедительно просим, чтобы город к нам отнесся по-человечески, чтобы мы от этого города получили тепло и физическое, и моральное. Потому что мы этому городу отдали все в свое время. Мы работали, все работали вот нашего возраста. А теперь мы хотим добро получить от них. Мы надеемся на это. Убрали отопление. Там имеется окно. Там подсушивался потолок, идущий с чердака, подсушивали стены. Теперь все вывели на четвертый этаж, и отопление пустили сразу по четвертому этажу. Нарушена гидроизоляция, нарушено теплообеспечение стен. Ввиду этого появился грибок. Почему был вызван санэпиднадзор? Потому что подъезд вообще в плачевном состоянии. 40 лет в подъезде не делался ремонт. Примите, пожалуйста, меры. Продолжение следует.